Считаю, что это абсолютно бесполезное видео, но есть один подписчик, который яро убеждал меня, что это видео в крайней степени полезное и будет необходимо. Я, конечно, так не считаю, но тем не менее я готов заснять это. Итак, у нас идет речь о регулировке клапанов на Ямайке ТВ. Для начала нам нужно отвернуть сидение. Чтобы отвернуть сидение, в данном случае надо воспользоваться крестовой отверткой и снизу отвернуть два болта. Вообще, как правило, там болты М6 под ключ на 10 с широкой шайбой. Вот, но тут уже у нас ситуация другая. У нас скидывается сидение. После чего мы берем головку на 10 и откручиваем крепление бака. У меня уже заведомо отсоединен кран. Отстегиваем пластиковые клыки. Откручиваем вот это вот крепление бака. Скидываем бак. После чего у нас, собственно, открывается чудесный доступ. Открываем лючки регулировочные, ну, через которые мы пытаемся что-то там доподвести. Можно открутить крышку ГРМ. Я обычно этого не делаю, но, так как это сейчас делается видео ради, но так уж и быть надо будет сделать. Что касательно того, как настраивать. Мотор не должен быть там температурой, грубо говоря, минус 10 градусов. Мотор должен быть температурой, ну, что называется, комнатной. Ну, то есть где-то 10 градусов, там 15, температура минимум должна быть. Потому что, ну, если я имею в виду, то как-то, ну, не сказать, что это очень сильно хорошо будет. Конечно, каждый по-своему будет говорить. Но я считаю вот так. Далее, головкой на, ну, ключом на 17, крутим против часовой стрелки и подводим метки. И так чудесно, по-моему, совпадает, что здесь и подводить ничего не надо. Так, славно говорю за этот мотор. Этот мотор у нас сборная солянка из китайских, полукитайских, полуямахских запчастей. Там как бы был эксперимент. Поэтому здесь у нас из-за другого распредвала не совпадают метки. Если верить тому, что есть, то есть тут есть смещение шпонки на сколько-то градусов. Короче, суть в том, что звезду надо корректировать. Что у нас должно быть в идеале при нормальной регулировке, если у нас нормальная ТВ-ка? У нас должна вот здесь в окошке, о, даже видно, попасть рисочка на середину. Не вот эта вот палка, ну, похожая на кровать, а именно рисочка. А вверху же, ну, вот я сейчас подведу, потому что у нас смещение идет. Вверху звезда распредвала, вот эта вот рисочка, должна соответствовать вот этой рисочке. Вот при таком положении производится регулировка клапанов. Но так как у нас есть смещение, там, на зуб, по-моему, то в моем случае, и только в моем внимании выставляется, вот по такой метке. Вот эта палка с двумя рисками по бокам. В нормальном случае выставляется просто по рисочке, которая вот так вот, палка. Все, больше никак. Итак, метки у нас выставлены. Теперь, что касательно дальнейших действий. Нужно снять клапанные крышки. Можно, конечно, было сначала снять клапанные крышки, потом ввести все это разглагольство. А я еще пытаюсь все это сделать одним кадром, потому что очень хочется обойтись без клеек этого чудесного видео. Вообще, еще желательно, ну, для удобства провернуть чуть-чуть карбюратор, потому что, чтобы отвернуть дальний полк, карбюратор, как правило, мешает. Но у меня сейчас получилось обойтись без этого. И, по-моему, на этом моторе установлены все оригинальные прокладки, поэтому, как ни странно, он поверху не ссыться. Но из мотора сейчас я слил вместо литра 300 грамм. И в целом я ничему не удивляюсь. А потом спрашивают, а почему мотор вроде полгода назад перебрали, а он дымит. Ну, потому что за полгода никто ни разу не менял в моторе масло. И даже не доливали. Хрен бы с ним поменять уже тут в таком случае. И, соответственно, ну, мотор не очень любит работать на сухую. А, да, на задней крышке у нас, ух ты, землетрясение. На задней крышке у нас два болта, на передней крышке у нас два болта. Они всегда под шестигранник. Но лучше, на самом деле, поставить, сука, М6 с головкой М8, потому что намного будет удобнее откручивать, чем шестигранные болты. Что касательно зазоров клапанов. Каждый говорит по-разному. И я точно так же скажу, как и все, по-разному. В данном случае, в конкретном, это у нас учебный мотоцикл. И на него ставить зазоры, как по мануалу, это, можно сказать, смертоубийство. Почему? Дело в том, что этот мотоцикл работает просто в адских температурных режимах. И придерживаться того, что пишется в мануале, в данном, в конкретном случае, не надо. По опыту эксплуатации этих мотоциклов, чтобы именно на учебной площадке, чтобы на них не сгорали клапана, нужно выставлять зазоры. Выпуск, где-то, 0.1, пуск, 0.9. В мануалах пишется по-другому, на пороху пишется еще по-другому, и т.д. и т.п. Я могу сказать только то, что выставляете их так, как считаете нужным, и как слышите, если у вас есть опыт. Потому что, ну вот, конкретно по ТВ-шным моторам, я могу сказать точно, что он будет работать хоть с зажатыми клапанами, хоть с разжатыми. Этот мотор какой-то нетипичный, он не подвержен, ну, казалось бы, таким серьезным изменениям. Что касательно Сузучьих моторов, например, у меня был DR-260S. Там ошибка на одну десятку, ну, то есть, выставить не 0.1, а 0.11. И все, мотор не едет. А, для регулировки клапанов вам понадобится ключ на 10, умение и вот такой вот ключик для подводки винта регулировки. То есть, я как делаю, я подвожу, чуть-чуть подтягиваю гайку и уже непосредственно винтом довожу, сколько мне надо. Так как гайка находится в небольшом натяжении, она остается на месте, а винт я могу свободно крутить. И, соответственно, регулировка клапанов для меня происходит в крайней степени быстро. То есть, еще чуть подвел, поджало. Если вы выставляете тупо по метке Т, не отворачивая вот эту крышку, то, ну, нужно проворачивать два раза. То есть, ну, может совпасть и один. То есть, может совпасть на тот цикл, что здесь будет на нижней крышке метка Т, но вверху будут клапана в зажатом состоянии. То есть, надо просто вот так вот за рокер пошатать. Если есть небольшой люфт, ну, значит, вы попали. Но, если у вас нет опыта, просто снимаете вот эту крышку и смотрите по крышке. И ничего другого изобретать не нужно. Что касательно щупа. Ну, вот так вот он должен ходить. То есть, он должен сходить с усилием, но не должен быть зажат. Вот здесь у меня сейчас выставлен 0.1 зазор. Иди сюда. Иди, подержи, я покажу, как я регулирую зазор. На... в этом, впускно. Вот сейчас у нас, благодаря этой волшебной руке, мы... Я покажу, как я регулирую зазор. Так, давай этот щиток нахрен скинем отсюда. Вот. Ключом на 10 я ослабляю. Вот, у нас гайка ослаблена. Теперь чуть-чуть в обратную сторону подтягиваю. Вставляю щуп... Блядь, камера это заебись, только самому нихуя не видно. Вставляю щуп 0.9. Вот, видите, он слишком свободный. Надеваю вот этот вот волшебный свой ключик. И потихонечку подвожу винт. Видим, свободно ходит. Подвожу еще... Опять свободно. Подвожу еще сильнее. Вот, подзажал. Подзажал. Теперь пробуем. Немножко. Поджимаем. Так как, когда поджимаем, может винт уйти вверх. Вот, что и произошло. И вот сейчас щуп у нас сходит свободно, но с усилием. То есть, вот это и есть правильно выставленный зазор. Все, протягиваем. Готово. Дальше. Дальше опять мы ставим статично камеру. Опять берем, прокручиваем за генератор. Вот у нас круг раз. И сейчас я, кстати, покажу, что касательно вот этого вот первого круга. И возможности выставлять попытки по неправильным меткам. Вообще я не понимаю, зачем я пишу это видео. Потому что информации уже тонна. И снято тонна. И у Матвеева есть видос по полной переборке этого мотора. И мануалы все открыты. Но нет, все равно люди не хотят пользоваться информацией. Вот, видите, сейчас как будто бы метка. Но метка на звезде у нас находится внизу. То есть на 180 градусов получается вниз. А нам нужно же прокрутить опять вверх. Раз и выставить, ну, по условным для меня меткам, которых здесь в принципе нету. После этого нужно еще раз проверить зазоры. То есть ушло у вас, не ушло. Вставляем щуп. Вот он, 0,9. Свободно. Ходит. Это на впуске. Теперь на выпуске. Сейчас я найду мой 0,1. Этот мотор страшно гремит. И гремят это не клапана, если что. Если кого-то будет интересовать запуск. Вот. Мы берем. Вот у нас 0,1. Все. Щуп ходит, но ходит туго. Как и должно быть. Ну, по поводу грохота мотора. То есть, я говорю, я показываю исключительно от того, что меня забомбило, что люди не хотят пользоваться. И один человек прям очень хотел, чтобы это видео было. Но пусть оно будет. Ладно. Как бы. Так бы это странно не звучало, но все для подписчиков. Закручиваем крышечки. Вот. А, ну и что я говорю про пример-то? Потому что этот мотор, я не знаю, как он вообще живет. Но вот сейчас я слил с него реально. 300 миллилитров масла. И сейчас я даже покажу. Ну, тут сейчас больше уже. Я в эту бутылку добавлял. Но вот это вот масло. Вот. Как бы вот эта вот жижа. Это масло. Оно как бы, я не знаю, серое просто. Оно не черное даже уже. Так. У нас падение. Так вот. Крышечки закрутили. Закручиваем. Теперь обратно. Крышки клапанные. У нас здесь стоят оригинальные прокладки, которые еще не успели умереть. Поэтому все это упрощается. Наживляем верты. А, ну и вот проконченный мотор. Здесь, короче, грохот уже идет. Не от клапанов, не от цепи. От того, что коренные подшипники коленвала лютейше болтаются. Но это в целом мало кого интересует, пока мотор не кончится совсем. Потому что это учебная площадка. А так, к хорошему тут замена коленвала. Опять замена поршневой, головы и так далее. И, короче, проще просто, ну, в данном случае, избавиться от этой ТВ-хер и взять другую. Вот. Потому что я уже не вижу смысла заниматься ремонтом этого мотора. Потому что здесь уже сожгли две поршневые. Именно не износили, а изнасиловали и сожгли. То есть, родная поршневая. Сейчас уже стоит расточная. И ее уже тоже сожгли. То есть, ну, хон еще остался, но кольца были просто, ну, почти вплавлены в поршень. То есть, не маслосъемные, ничего не ходило вообще. О, ну, это потому что у нас никто не любит меня слушать. А мотоцикл, грубо говоря, привезли на учебную площадку и давай его 24 на 7 дрючить. А то, что ему хоть чуть-чуть надо охлаждаться, особенно на новой поршневой, особенно на первой передаче без какого-либо обдува в закрытом помещении, ну, об этом никто не думает. Ну, и, собственно, вот результат они и получают. Я уже устал, на самом деле, говорить об этом. Поэтому, ну, смысл мне тратить свои, скажем так, ресурсы и силы на то, к чему все равно никто не будет прислушиваться. Устанавливаем обратно бак. Устанавливаем этот топливный шланг. Тут еще фильтр какой-то стоит, который тут вообще не... Хотел сказать ни к селу, ни к городу, но, честно говоря, тут ни в пизду, ни в Красную Армию. Тут больше это так охарактеризовано должно быть. Потому что, ну, карбюратор здесь, когда забивается, у него скорее лопается манифонка, но все почему-то стремятся перебирать карбюратора, а не пускать проблему выпуска глобальной. Ну, не то чтобы глобальнее, а более очевидную. Устанавливаем на место резинку, ну, крепление бака. Затягиваем. Устанавливаем на место сиденья. Чпоньк. Чпоньк сказал. Есть. Я думаю, там еще никто не заскучал. Я просто тут пытаюсь протянуть сиденье, потому что вот что-что. Но Yamaha делает гениальное решение по поводу крепления сиденья болтами снизу. Это настолько удобно, что вообще неудобно. Я бы вот так это описал. О. Все. Мотор, грубо говоря, собран. И сейчас мы готовы услышать грандиозный грохот. Вот так вот гремит мотор. И гремит он снизу. То есть это щелкает именно коленвал. То есть по головке вопросов никаких нет. Я эти звуки проверял уже миллиард раз, наверное. Про этот мотор и его сборка снимался отдельное видео вообще, что он трещит, гремит весь. Но при этом он работает. Вот что удивительно. И отработал он с момента последней сборки уже, наверное, месяца 3-4 где-то так. И ничего не случилось. В общем, на этом все. Я записал это одним кадром. Заняло у меня это меньше 20 минут. И я не понимаю, собственно, в чем сложность настроить клапана на ТВ-хе при таком комобиле информации, которая сейчас есть в сети. И на этом будет все.